Нас, как директоров дополнительного образования, очень интересует, какие у нас сдвиги прошли за этот год. Он все-таки был ознаменован столетием системы доп. образования, которую мы праздновали в октябре месяце. Мне бы хотелось, конечно, услышать о том, как будет реализована программа строительства новых учебных заведений. В частности, например, ожидаемая пристройка к школе 16. Это городской округ, так как мы переходим из поселения в городской округ, возможно, хочется услышать именно, как будет перестроение происходить, как будет дальнейшая работа складываться. Мы все ожидаем услышать слова благодарности, услышать то, что мы находимся на передовых рубежах, что мы в рейтингах занимаем лучшие первые места. Все хотят, конечно, повышения заработной платы. Мы ждем некого сравнительного анализа. В частности, например, мне интересно будет отрасль культуры и работа моих коллег, не только в Щелково, но и в поселениях. Также, конечно, мы хотим, чтобы нас похвалили. Школы и детские сады, больницы и поликлиники, стадионы и спорткомплексы, музеи и библиотеки, парки и туристические объекты, дома культуры и творческие объединения, молодежные организации и летние оздоровительные лагеря. Все это социальная сфера. Сегодня в этом зале подводятся итоги ее развития за 2018 год. Вы каждый день работаете с людьми глаза в глаза. Именно от того, как вы работаете, зависит во многом из социальной обстановки в обществе. Поэтому я хочу вас поблагодарить. Сказать, что мы также, я думаю, будем занимать передовые позиции по многим вопросам, как и сейчас занимаем в Московской области. Они действительно вправе ожидать и похвалы, и благодарности, и поощрения. В одной только церемонии награждения приняли участие более 120 человек. А в отчете руководителя отрасли Юрия Родионова чаще всего звучали слова «первые лидеры прорыв». Уже несколько лет соцсфера работает в условиях соревновательности, которые задает областной рейтинг 50. По разделу «Умная социальная политика» район занял первое место. Вот пример, как был улучшен один из показателей – современное управление школой. Из красной зоны поднимались в желтую, из желтой – в зеленую. Отрасль образования занимает более 80% муниципального бюджета. 87 учреждений работают в этой сфере. Начато строительство двух школ. Улучшается материально-техническая база действующих. Прошлый год, 2018, я бы назвал в этом ключе системы образования прорывным. Мы потратили на ремонты 238 миллионов рублей живыми деньгами. В результате строительства новых учреждений 100% детей от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. Теперь власти перешли к решению вопроса обеспечения детей ясельного возраста. Как известно, в нашем городском округе будет построено еще 7 детских садов. Перевыполнение плана летней оздоровительной кампании привело к тому, что район признан лучшим местом детского отдыха. Во многом благодаря лагерям «Юнармеец» и «Лесная сказка». По летней оздоровительной кампании Пчелковский муниципальный район по итогам 2018 года занял первое место в Московской области, чем был награжден Министерством социального развития как территория детского оздоровительного отдыха. Всегда с особой гордостью рассказывает Юрий Родионов о выполнении программы «Доступная среда». Только в системе образования 19 учреждений были полностью оборудованы в соответствии со всеми нормами. В 2018 год и по этой программе для нас стал прорывным. Мы заняли первое место в Московской области, потому что мы выполнили показатель 64% и перевыполнили его. И он у нас составил 75, с копейками процентов. После передачи отрасли здравоохранения на уровень региона в полномочиях муниципалитета остались вопросы обеспечения условий жизни и труда медиков. Выполнен план по привлечению врачебных кадров. Оказываются меры социальной поддержки. Социальная ипотека, жилищный сертификат получили 2, на рассмотрение сейчас еще 9, на рассмотрение 2. Компенсация за поднаем жилья, компенсация выплата в рамках программы «Земский доктор» 19, на рассмотрение сейчас еще 11. Выделение жилья медицинским работникам мы 20 выделили в прошлом году. И компенсация за поднаем жилья, мы тоже здесь по этому показателю, спасибо огромное, сет депутатов нашего района, которые нас поддержали, мы тоже заняли первое место по этому показателю. 59 врачей получают у нас компенсацию на территории нашего района. Ну а о том, что в больницах и поликлиниках сделаны рекордные по масштабам ремонтные работы на 226 миллионов рублей, говорилось уже не раз. Учреждения приводятся к современным стандартам с помощью программы здравоохранения Подмосковья. Почти 700 физкультурно-спортивных мероприятий прошло в районе за год. Открыт ФОК в Огудневе. И в спорте есть такие дела, где мы задавали тон всей Московской области. ГТО. Мы были первыми в Московской области, кто выбрал форму сдачи ГТО в виде фестиваля ГТО. Вы в нем все принимали участие. Мы эту традицию будем продолжать. Вы знаете, что в прошлом году за эту форму мы получили первое место в Российской Федерации. Душоновские маневры в городе, фестиваль оркестров, всероссийский конкурс «Золотая тыква», шествие Дедов Морозов, наконец, Щелковская елка в Кремле на Соборной площади. Это уже событие в культурной жизни. Но культура – это не только развлечение. В минувшем году открыты семь бюстов на Аллее Героев в Чкаловском. Утверждена концепция развития городского парка. Знаковое событие усадьба Гребнева обрела собственника. И он за семь лет обещает восстановить памятник архитектуры. На сегодняшний день идут проектные работы. Очень непростая там работа, очень непростая, очень колоссальные деньги. Но он энтузиаст, он творческий человек. И я все-таки надеюсь, что усадьба будет восстановлена. В молодежной политике Юрий Родионов отметил, что мы в лидерах по организации масштабных форумов, по летнему трудоустройству подростков, что наш молодежный медиа-центр входит в топ-5 в области. А еще у нас наиболее активно прошли выборы в молодежный парламент 29 ноября. Все по-взрослому. Большинство молодежных мероприятий в течение всего года было посвящено одной большой дате – столетию комсомола. Слет активной молодежи, лагерь молодежного актива, летняя спартакиада и другие. 263 мероприятия – это не блеф. И здесь, конечно, огромное спасибо системе образования, которая вместе с молодежкой. И это не мои отзывы, это ветераны комсомола оценили. Что касается планов на год, наступивший в социальной сфере, то некоторые днем ранее озвучил в своем ежегодном отчете губернатор Андрей Воробьев. В частности, это начало в этом году строительства еще трех школ. Примирование учителей, подготовивших победителей всероссийских олимпиад. Внедрение проектов «Добрая поликлиника» и «Скорая помощь онлайн». Муниципальные власти надеются включить в госпрограмму строительства еще трех физкультурно-оздоровительных комплексов, продолжить ремонтировать учреждения соцсферы. А также в планах подготовка к празднованию 90-летия Московской области и нашего Щелковского района. И, конечно, всем направлениям социальной сферы держать взятую планку. Мы, конечно, все следили в течение года по соцсетям, а тут как бы подытожили, вспомнили очень приятные моменты. И также как-то какая-то гордость берет за наш район, потому что все на высоте. Мы, как работники образования, будем поддерживать Юрия Николаевича и политику нашего губернатора Московской области на улучшение качества жизни. Год волонтера был 18-й, то есть и сейчас, в 19-м году, задача также стоит продолжать развивать волонтерскую деятельность. Нам это направление для молодежи очень интересно, поэтому здесь я такой для себя акцент сделала. Я ежегодно прихожу на этот доклад, как на праздник, потому что работает такая команда единомышленников, ведь в одиночку такого результата не достичь. Очень счастлива я работать в этой команде. Очень интересный доклад, узнали много и про культуру, и про образование, потому что в основном мы знаем про здравоохранение, больше вопросов. Очень благодарны за то, что нас поздравили, оценили наши заслуги, успехи. Я смотрю по всем показателям, мы в лидерах. Это очень хорошо, это очень тяжело и это очень почетно. Ярким пятном были задачи, которые поставлены на 19-й год. То есть нам предстоит очень серьезная работа. Мы готовы к ней. Ирина Микеда, Анна Болиэт, Сергей Максимов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Ирина Микеда, Анна Болиэт, Сергей Максимов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».